Здравствуйте! Я Пашатова Светлана Валерьевна, учитель начальной класса в Тимиряевской общеобразовательной школе отдела образования Сыракольского района, управления образованием Акимата Костанайской области. На конкурсную работу я представляю урок в первом классе, урок «Познание мира». Тема урока «Древние письмена». На уроке была применена технология «Перевернутый класс». С помощью этой технологии на практических заданиях учащиеся отработали и закрепили тему урока. Также на уроке были применены активные методы обучения, проблемно-диалоговое обучение, критическое мышление. При применении информационно-коммуникативных технологий проходил показ презентаций и видео с сайта Бернвен. Работа в классе проводилась фронтальная, индивидуальная и глуповая. Технология «Перевернутый класс» позволила учащимся лучше усвоить и запомнить материал урока. Для подтверждения проведения данного урока предлагается видеоматериал. Сегодня у нас урок «История». Кто любит урок «Познание мира»? Я! Отлично, хорошо. Итак, повернитесь друг к другу, пожелайте удачи, посмотрите в глазки, пожелайте удачи, чтобы все сегодня на уроке у нас получилось. Итак, пожелали? Да. Хорошо. И теперь посмотрите на меня. Я вам желаю сегодня на уроке получить знания, быть вежливыми, поделиться друг с другом знаниями. Итак, приступим? Да. Приступим. А сегодня мы будем работать с самим группой. Подойдите по одному, достаньте предмет. И пока не покажем, пока последний не достанет. Хорошо? Один предмет. Садится на это. Один предмет. Думаю. Так, теперь посмотрите на предмет. И на этих двух картах у нас лежат предметы. Сядьте, пожалуйста, где вы, и видите такой же предмет. Так. Видите? Хорошо. Заключаем. А теперь кто мне скажет? Домашнее задание читали? Да. Поднимите руки, кто читал. Замечательно. А вы прочитали домашнее задание. Мы просмотрим видео. И вспомните домашнее задание. И скажите, пожалуйста, тему нашего урока. На предметы посмотрите. Чем рисовали древние люди? Так, отлично. А еще точнее? Древние люди рисовали из коры. Нет, тему нашего урока. Как появилось письма. Так, хорошо. Давайте соединим ваши ответы и тема нашего урока. В чем писали древние люди? Хорошо. Письменность древних людей, да? Итак, наша тема сегодня. Древние письмена. Теперь, ребята, у меня корзиночки вверх. Одна вам корзиночка и одна вам корзиночка. Посмотрите, у меня есть яблочки. На этих яблочках вы должны нарисовать все, что помните, все, что читали дома. Хорошо? Смотрели, зачитали. О, древние письменности. Хорошо? И длейте на нашу корзиночку. Все, начинаем. Хлади. Так, и рисуем или пишем все, что вы помните по домашнему глядам. По данной теме вспоминаем. Какая тема у нас? Какие слова новые вы прочитали? Еще у нас математика тоже такие же темы. Какие слова новые вы прочитали? Первым вы прочитали. Продолжение следует... 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 Получается, одну из трех, смотри. Так, справились, да? Итак, поменяйтесь с картинками. Поменяйтесь с картинками. Нет, поменяйтесь вот там, да? И теперь посмотрите, правильно ли отметили? Да. Да, ну молодцы, ставим лайки. Молодцы, справились с этим заданием. Первое задание Котикенко мы сделали? Да. Выполнили на отлично? Да. Хорошо, следующее задание, ребята, у нас, посмотрите, мы на стоянку шифровка пришли. Нам надо будет расшифровать послание, карточки задания. Задание карточка. Под каждым знаком, буковка, сверху у нас, посмотрите, все понятно? Сверху у нас с пустыми веточками. Расшифровка. И записываем, что нам хотели сказать здесь. разы для интересного аппарата. А здесь в тюбочке вот. Стрем cancer. Сидел! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok